Здравствуйте! Прошла еще одна неделя. Война продолжается. Мировая общественность негодует. Но опачки! К мировой общественности неожиданно причислил себя Иран. Так и сказал России. Мол, в жизни не признаем те территории, которые расхерачивают наши дроны, которые мы тоже не признаем, что они наши. Во какой непредсказуемый оказался Иран, как и траектория полетов его тронов. А может именно поэтому началась движуха с установкой систем ПВО в Москве. Давай! Давай, Семенович! Осторожно! Вещь хрупкая. На какой этаж тащить? На крышу! Интересно, крышу эта хрень не проломит? Да похрен! Дом все равно под реновацию! Блин, как подумаю, что скоро такая красота будет в каждом доме! Так и хочется спросить, какой дурак это придумал! Что значит какой? Главнокомандующий! Ему вон на Валдае такую же мандулу поставили! Прям возле дачи! О! Только информация секретная! Я тебе не говорил! Спросят! Скажи, в Ютубе увидел! Эй, мужики, пройти можно? Не видишь? Панцирь на крышу тащим! Мне на работу надо срочно понизить уровень дипотношений с Эстонией! Фух! А ты давай на лифте! И то верно! Мне на нижний дипломатический уровень! Поехали! Походу, на самый нижний поехал понижать! До ниже плинтуса! Тащи давай! Давай, сюда двигай! Ближе к краю! Чтоб врагу было видно! Не врагу, а народу! Чтоб боялись вверх даже посмотреть! Ааа, и выше телевизора! Глаз не поднимали! Эх, похорошела Москва при спецоперации! Финиш все ближе! Победы все жиже! Пахнет смолою в котле! Панцирь на крыше! Панцирь на крыше! Панцирь на крыше! Что-то неладно с поставкой новостей на мировой рынок! Судите сами! В США объявили номинантов на Оскар! И на агентами? Севастьян! Это почти не шутка! Фильм про Навального в шорт-листе! Продолжаю! В Британии Сунака оштрафовали за непристегнутый ремень! В Украине Арестовича уволили за незастегнутый рот! Но СМИ, как заведенные, все равно обсуждают одну тему! Поставки танков в Украину! А Шольц, по упоминаемости, обогнал ковид! Причем упоминают его примерно в тех же выражениях! Здравствуйте! Я Олаф! И я не поставлял танки Украине уже 320 дней! Здравствуй, Олаф! У меня очень сложная, запущенная ситуация! Ты не один такой, Олаф! Твои проблемы – наши проблемы! Твои танки – наши танки! А еще я постоянно вру! Никогда не называю настоящую причину, по которой я не поставляю танки! Ссылаюсь на какую-то инвентаризацию! А какая причина на самом деле? Фрустрация и прокрастинация! Но это неправда! Я просто боюсь ядерной войны! Но я боюсь в этом признаться! А кто тут не боится в этом признаться? Я признаюсь! Олаф боится ядерной войны! Спасибо, Эммануэль! Кто следующий? Здравствуйте! Я Виктор Орбан! До свидания, Орбан! Здравствуйте! Я Анджей! Здравствуй, Анджей! У меня тоже сложная, запутанная ситуация! Охо-хо-хо! Я-то понятно! Не могу заставить себя поставлять танки! А у тебя что? А я не могу заставить тебя разрешить мне поставлять танки! Что за чушь! Господин канцлер и вам разрешил поставлять танки и сам будет! В самом деле? Откуда вы это взяли? В Шпигеле прочитала? Донор Ветер! Если уж Шпигель пишет! Может я в самом деле так решил? Приду домой, почитаю! Бро! Видел, как Пригожин себя пиарит? Рассылает свои кувалды, как резюме! То в Европарламент, то Миронову! Он бы еще в Голливуд кувалду послал, чтобы застолбить роль Тора! Кстати, история этого Тора фейк на фейке, а в реальности все было совсем не так! Севка, кончай спойлерить! Лучше трейлерить! Короче, пацаны, такая тема. Была страна Асгард. Самая мирная, как написано в учебнике истории, который впаривает Министерство Образования. И был в Асгарде такой... Тор! Нет, нифига не Тор. Был там такой Один, который сидел на троне и мечтал заглянуть в вечность, хотя бы одним глазком. А еще там был такой... Тор! Да нет Тор, а Локки! Бог хитрости и обмана! Бог армейской смекалки и своровалки. А еще там был такой... Тор! Чоймдай! Хранитель Радужного моста, ведущего в иные политические миры. Да никуда этот мост уже не ведет! Теперь я хранитель радужных надежд на то, что смогу выпутаться из всей этой истории. А радужный мост в Гейропу пора вообще отрубить, как несоответствующий нашим традиционным ценностям. А еще там был... Тор! Черк с тобой, Тор! Но только он был не сын Одина, а его повар. Ну хоть так, а хотите я вам молот подарю, чтобы тело и душа были с молотом, были с молотом. Нахрен пошел! На чем я остановился? А, на Одине. Короче, сидит такое Один и думает, кому из этих перцев передать трон в двадцать четвертом году? Да как я смогу трон передать, если я в него намертво врус? Ну не трон, а власть. Власть? Тем более никому не отдам. Сам просру. Да задолбай. Все о дальнейших приключениях, не полюбившихся всему миру героев, вы узнаете из фильма «Рагнарёк. Йок-макарёк». А в мире такая движуха идёт, что даже трудно выделить какую-то одну новость. Значит, надо как ЕС с санкциями одним пакетом всё на зрителей вывалить. Десятым по счёту. Откуда рейс встречаете? Из Стокгольма. Там народ, я слышал, просто жжёт. Коран! Возмутительно! А там ещё чучело Эрдогана повесили вверх тормашками. Вот как? Тогда пусть шведы себе НАТО в Икее покупают и сами его собирают. Миль Пордон, торопился. Но дороги сплошные пробки из-за протестующих. Кто на этот раз бунтует? Пенсионеры. Поработать лишние два года у них сил нету. А на улицах орать и полицию лупить они хоть сто лет готовы. Я бы сейчас и сам поорал от возмущения. Вот! Хотел с собой взять, а не пускаю. Гатья наши меньшие? Ага, по коалиции. Спокойно, Арья, спокойно. Кресле министра не получилось. Под креслом поедешь в ручной клади. До НАТО не подкинете. Девочка, ты что? Это может быть маньяк увезёт к морю и заставит отдыхать? Ой, ужас. Я ж сама не местная. С Кишинёва. Мне бы в НАТО. Так тебе в Швецию надо. Они тоже в НАТО хотят. Будете хотеть вместе. Внимание российских релакантов, направляющихся в Казахстан. Прослушайте важное объявление. Эй, ты, он, она. Вашим визам всё она. Нам от вас лишь геморрой. Улетайте все домой. Извините, можно заселфиться с руководителем самой многочисленной страны? Да, конечно. Тогда свалитесь с кадра и не мешайте. Господин Моди, разрешите селфануться? Пассажир, потерявший секретные документы, срочно подойдите к стойке информации. Это не вас? Да у меня этих секретных документов как калорий в Биг Маке. Вам, кстати, не нужны... Пассажир, потерявший секретные документы, подойдите к стойке информации и принесите пятую и шестую страницы. В жизни каждого зрителя наступает такой момент, когда надо решительно поставить лайк или подписаться. Это надо сделать обязательно, а иначе как же вы будете смотреть в глаза полюбившимся вам персонажам ровно через неделю? Фил, ты чего? Где твоя финальная точка? Алло, гараж! Забыл сказать! Фил халтурку взял! Учит Арестовича не болтать лишнего! Быть немногословным! Ладно, обойдемся без Фила! Хрен в войне, если не сказать больше! Большой хрен в войне! Угу! Мы с тобою сидим в зомбоящике, А повсюду толпятся враги! Двадцать лет при едином заказчике! Проедаем народу мозги! Проедаем бюджеты заказчика! На закуску хомячим мозги! Украину жуем с отвращением! Падлый Запад жуем день за днем! В рамках же импорта замещения! И своих на ура пожуем! Пожуем, переварим в мгновение! Результат вам в башку накладем! Пугачеву сожрем, как котлеточку! Гребню цургантам тоже капут! И за то, что мы съели монеточку, Нам монеточку в кассе дадут! Мы Назарова с чавканьем стрескаем, Что Хабенский попер сам ХТ! А прикажут, сожрем и Хабенского! Станиславского ну и т.д. Да и Путиным мы не поврезгуем, Если станет ненужным ВБ! Мы со временем станем негодные! Для ликбеза общественных масс! Приползут молодые голодные И сожрут уже стареньких нас! Телевизоры светодиодные! Пропаганды продолжат показ! Угу! 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 Продолжение следует...